Я хочу тоже сказать, что надо, наверное, было изменить немножко название, потому что здесь поставлена Харков, но вы увидите, что Харков, допустим, важный город для их движения, но эта история у Ица и Павленко начинается не в Харкове, а сначала в Будапеште с его стороны, а для нее в Киеве. И как раз одновременно в 18-19 году, то есть это у них первые шажки к коммунизму, я бы сказала, то есть в разных странах, в разных местах, но одновременно так получается. Так что до Харкова дойдем, но первые Будапешты, если можно. Я бы хотела как видение просто вам показать, вот здесь сама Оксана Павленко на фоне своего эскиза для монументального работы во Фрунзе 1936 года, мы с Юргем обсудили даже давно эту фотографию, потому что я хочу сказать сразу, что у меня получился доступ к этим материалам, именно к личным архивам Белла Уитс благодаря одному человеку в Венгрии, который это частная коллекция, и это куратор, сейчас она на пенсии, она лично знала Уитса, потому что она устроила его первую выставку в Венгрии в 1968 году, и он как в подарок отдал ей все материалы, и вот эти вещи, насколько мне известно, некоторые из них никогда не было опубликовано, никогда не было видно, и так что это достаточно такое открытие. И одна из них, это фотография Павленко на фоне ее работы, и это фотография эскиза Уитса для его части этого фреска. Эскизы, я не знаю, где они, я лично не сталкивалась с этими вещами, но может когда-то найдем в будущем. Ну вот, до того, как я стану говорить лично об Уитсе, я бы хотела также показать, что очень часто встречается с такими вещами в его архиве, он сохранил именно все выразки из газеты и приклеил их сам. Вот из газеты Советской Киргизии 3 ноября 36-го года, то была не просто одна статья, а полная сирия о них в этой газете, так что достаточно было заметно тут. Окей, Уитс. Он родился в семье венгерских христиан в поздном 19 веке, он достаточно бедно вырос, и все-таки мечтал о будущем как художник. И он тоже стал в поздном 19 веке социалистом, и ему, конечно, было интересно все движения, так называемый воскресенье круг, the Sunday Circle по-английски, это Георг Лукач и Бейла Балаш и все эти венгерские интеллектуальные. Но Уитс как художник, именно простой художник из простой семьи, не дошел бы до этого. То есть это надо понять, что эти люди в литературе венгерские, они считали себя на уровень повыше, чем эти художники даже тогда в Москве, в 30-е годы, когда они снова сталкивались. Это уже часть этой истории, но я потом говорю об этом. Ну как, как художник-социалист, он, конечно, участвовал, это не его работа, это работа его товарища Берами, тоже венгерский художник. Но важна нам не сама очень работа, а социалистическая революция в Венгрии в 19-м году. Так, в Венгрии была настоящая социалистическая революция, когда люди-социалисты создали так называемую Венгерскую Советскую Республику. Именно так было названо, да? И республика сама существовала только несколько месяцев, а потом был полный смен. Но когда она существовала, это было очень активно, и художники, именно художники, приняли очень активное участие в этом. И я бы сказала, люди как Уитц, как Берами, как его товарищ Лайош Кашек, это венгерский авангардный художник, достаточно известный. Они считали себя, ну, политики художники, то есть для них это не было возможно разделить политику от искусства, да? Для этого понятия это все, что существовало именно вместе. Как можно сравнить, примерно, с французскими художниками из 1968 года, да? Это было именно так. Вот просто открыткой я вам покажу, главный бульвар, кто был в Будапеште, может замечает, главный бульвар в Будапеште после революции, типа диктатура, пролетариата, и так далее было построено, такие раскрашенные вещи. Вот. Я говорю сначала в Украине, а потом назад на журнал. Вот. Центр этих фотографий это Лайош Кашек в шлаке, его жена, и второй человек слева это наш герой Белла Уитц. Здесь он фотографируется в группе активистов, как называемые активисты. Лайош Кашек, он создал сам эту группу, это группа активистов, политические активисты, художники. И они создали графические работы, стихотворения, такие вещи, песни именно для революции. И приняли участие в этом, а потом их выгнали из Венгрии. И здесь они в ссылке и в Визгане в Денье, где они долго жили потом, ну Лайош Кашек особенно. И пока они были в ссылке, до этого и потом, они создали такой журнал, называется по-венгерски МА, МА приводится, как сегодня. А вот номер 19-го года, добро пожаловать в революцию, есть такие чудесные картинки, очень модернистически авангардные. Это все считается подчас революцией. И еще главное я бы хотела сказать, как теория у них, что было важно. Они считали, что это все, конечно, после Первой мировой войны. И для них, для их понятия социализма, они считали, что социализм это движение против войны. Особенно против империи, против империальной войны. И эта идея состоялась у УИЦа, у УИК своих венгерских художников, даже когда он был в Москве. Это была очень главная часть их теории, против войны. И их понятия социализм и тогда коммунизма идут, я бы сказала, именно от этого. Как делать отношения между людьми, чтобы не была никогда война? Очень-очень важно. Окей. Сначала Вене. Что случилось в Вене? Кашек, у него была своя, конечно, идея, что такое социализм, что такое революция и так далее. Как это продолжать даже в Визгане. У УИЦа были другие немножко идеи. Он как раз в этом году, он с другом Иван Маца, тоже участник этой группы. Может, вам это знакомое имя, конечно, потому что это очень важный дейтелл. Да, он работал в Камакадемии и так далее. Очень важный теоретик советского объединения Октября. Маца и УИЦа сильно дружились, и у них появился как раз интерес большой к пролекульту. Очень большой интерес к пролекульту. У Кашека не было такого интереса, ему не было интересного пролекульта, не было интересного производства. И они отошли друг от друга из-за этого. То есть они никак не могли согласиться, у Кашека хотел по-своему, они хотели найти путь, то есть уитиматься к социализму через пролекульту. И они даже в Вене готовили журнал, называется «Критика». Это был журнал основной на теории пролекульта. Особенно-особенно на Богданова. То есть Богданов для них был очень-очень важный человек. Но в этом тоже надо понять, это опять же, их понятие пролекульта, что для них важно в пролекульте. Для УИЦа, для Мацы пролекульт, как они поняли, да, самое интересное для них это была идея богдановского коллектива. Как создать социалистический коллектив, это то, что им было интересно. И тем более для них была, самое главное для этого была человеческая фигура, тело, живой организм. И как они читали Богданова, они читали его с этим мыслям, да, что для Мацы, для УИЦа пролетарский социалистический коллектив находится именно, или находится в организме людей, в теле людей, свежее между телами, и все возникнет от этого именно, да. И я бы сказала, что это не только у них была такая идея. Вот видите, что нарисовано на фоне этого конференции, вот знания с человеческой фигурой. А если вы читаете внимательно журнал про литарская культура, есть очень много фотографий, ну, мастерские пролекульта, клуба пролекульта, изображения с человеческой фигурой, да, что этот интерес не было только у УИЦа и у Мацы, это было у многих, которые были в пролекульте. Хорошо. УИЦ сам путешествовал по Европе, в Вене, в Париже он был, а потом в Берлине, а потом он уехал в Москву в 21-м году. А я хочу остановиться на Степанову секунду, потому что это считается очень важным для него. Он уехал в Москву, и там он познакомился с всеми конструктивистами, со всеми авангардистами, и он ходил в Конгресс, ну, в Конгресс Коминтерна, и он стал, лучше я бы сказала, понять теорию пролекульта через самой теорию, а через конструктивизм. Но, опять же, для него это не была производственная работа, но он, на его взгляд, вот это пролекульт, да, как Степанова рисует фигуры вместе, как они двигаются, как они меняются, когда они трогают друг друга, когда они в движении танцуют и так далее. Для Уитц это уже основная теория коллектива, теория социализма, и для него это уже от теории пролекульта. Это было самое-самое главное, и еще я хотела показать, вот еще одна живопись Степанова этого времени, то есть для Уитца это конструктивизм, да, а не производение вещей. Ну, ему просто не было большого интереса к этому, да, для этого было важнее. После Москвы он стал сам думать, как создать социалистическую картину, социалистическую живопись, и я думаю, что если мы сравним Степанову с Уитцом, это его работа прямо после Москвы, называется «Барба». Мы видим немножко влияние ее, но как она рисует фигуры, как она рисует фигуры вместе, трудно видеть, но здесь женщина, маленький ребенок и родовый мужчина, борец. И как эти тела меняются в движении, в отношении с другими людьми и так далее. То есть это было для него основное, я бы сказала, для него пролетарское искусство, потому что уже в 22-м году он стал говорить только о пролетарском искусстве. Для него это коммунистическое искусство, пролетарское искусство, пролетарское искусство, искусство, которое ищет создание коллектива от людей, от самого материала человеческого тела. Хорошо. Еще он был, когда он был в Париже, он создал серьезную работу против войны в Франции, в Марако. Это одна из них, то есть это опять же против войны, для него это было важно для социализма, и хотел он изобразить как-то, возможно, что люди жили вместе в мирном отношении, и это очень гомоэротическое отношение, и это появляется не раз в его работах, когда он пытается рисовать коллектив. Это очень важно. Еще я бы хотела сказать немножко про это, что он с Маце, они решили, что не только важна человеческая фигура как материальная собственность, но тоже важно, они решили, что по поводу диалектики, что люди понимают все от изображения фигуры, и это очень-очень важно понять и прошлое, и будущее от этого. Ну, то есть, ну, непростое понятие, я бы сказала, они хотели критическое понятие, и решили, что для социализма надо рисовать фигуры, как они действуют в истории, как они, надо добавить части прошлого и части будущего вместе, то есть это должно быть вместе, не отдельно. И когда эти вещи сталкиваются друг с другом, то люди будут понять, как шагать дальше. Так что это была большая проблема у лица, как изобразить диалектику. Окей, но он остановился, это достаточно сложная, я бы сказала, достаточно сложный вопрос, и он остановился на этого, пока он жил в Европе, он думал-думал об этом, изобразил такие вещи, и собирался все-таки в Москву, и переехал в итоге совсем, но не совсем, но практически до конца своей жизни, в 72-м году он жил в Москве, в 27-м году он уже переехал. Окей, но пока он работал над этим, со своим товарищем Мацом, работала также на похожие проблемы, и на, можно сказать, на то же самое проблемы, но в Украине Оксана Павленко. У него история немножко другая, но очень-очень важная для поздней работы, у лица для нее поздней работы, и большинство для работы во Фрузе, я бы сказала. Она, вот ее, ну, самая ранняя работа, которую я нашла, это в 23-м году, это, я думаю, насколько мне известно, это работа на бумаге, но это эскиз для Фрески. Павленко работала как художником, ну, как художник с 18-го года, она работала сначала в мастерской Михаила Бойчук. Достаточно известный украинский, радикальный, социалистический, скажем так, художник. Но самое интересное, что уже, уже со самого начала Бойчук брал ее для монументального искусства, то есть он стал преподавать ей именно как рисовать фреско. Это очень уникальный подход, потому что у лица не было такого образования никогда, он знал, как писать живопись на хосте, он знал, как рисовать графические работы и как создать журнал, примерно, полиграфию, я бы сказала. Но у него не было никакого образования как монументалист. Это очень-очень важно, что это все получилось у нее. Причем Бойчуку очень нравится, очень понравилось, как она рисовала монументальные вещи, и каждый раз, когда у них была какая-то задача или комиссия, он поставил ее. То есть она рисовала много фресок. в Киеве и в 23-й год, как раз, когда их школа приехала в Межигорье. Межигорье сейчас известно именно из-за других вещей, но тогда, в 23-й год, по 25-е, была тогда школа художественной техники, где она работала, она преподавала, и она сделала все-все фрески. Так что она с самого начала считала себя, как пролетарский художник, монументалист в смысле огромной работы для публики. У нее тоже важно и тоже заметно, что она со самого начала, хотя вот этот круг Бочука, это на самом деле авангардный круг, но Павленко со самого начала тоже хотела рисовать человеческую фигуру. Для него тоже важно, я бы сказала, изучать, ну, вы бейте именно здесь, да, как люди меняются, как люди разные, как они на фоне социалистической револуции есть девушка, ну, прямо вот крестьянка, и может быть более современная такая девушка с речью и платьем и так далее, как они вместе находятся, но я бы сказала, в отличие Павленко от Лица, что она всегда была очень интересна также не просто тело, а также текстил. Для нее материал текстила был очень важен для понятия и прошлого, и будущего также. Это другая работа, у нее чуть позже не эскиз для фрески, а настоящая типа работа на бумаге. находится сейчас в Тартьяковской галере, нужно видеть там. Ее понятие делегатки. Женский вопрос очень важный для нее, то есть это самое важное для нее, можно сказать, как женщины часто, ну, участвуют в политике, станут грамотными людьми, но и все-таки есть обязанность, да, следует за детьми и тогда. Это все смешано, в ее работе как-то меняется, как они делают, и очень честно, я бы сказала, нарисована в настоящее время. Окей. Вот фотография чудесная, я считаю, вот эти люди называются бочья кисти, это прямо в Межгорье, работают они в полях, и поменка у нас вот на левое, край налево, в платье с правой носа, это она. Это прямо перед ее отъездом тоже в Москву. Окей. Что случилось в Москве? Вот то, что мы ждем, да, что Уитц уже в Москве, как я сказала, с 27-го года. Важно, я бы сказала, понять, что с ним случилось прямо в Москве. Как только он и я приехал в Москву, Мацо уже был там с 23-го года, и он, то есть, было понятие, что Мацо, да, наш венгер, он приехал, он театральный критик, художественный критик, но в 27-й все стало лучше для Мацо и для Уитца, потому что это уже накануне первой пятилетки. А что случилось? Люди действительно хотели пролетарское общество, считали, что при Непо не было такого общества, Непо появилось, как это нам делать? и они считали, что вот к нам приехали венгрии. А эти венгрии, ну, в смысле Мацо, и Уитц участвовали в венгерской революции. Может, они даже лучше понимают, как делать революцию, чем вы. И для Уитца это было очень удачное время поехать в Москву, потому что он быстро поднимался к самому вверху, я бы сказала, в художественной, области художественной культуры. Вот прямо, когда он, как только он приехал, люди стали, ну, хотят познакомиться с ним, он получал комиссию и так далее. То есть и Мацо тоже поднимался и стал главным теоретиком в коммунистической академии. И он, конечно, пригласил своего лучшего друга из Венгрии участвовать в этом. И, ну, когда Павленко приехала в Москву в 28-м году, то есть Уитт и Мацо уже были известными людьми. И еще я хочу сказать, когда Лукач и Балаш прибыли в Москву, да, вот эти люди литературы считаются важнее литературы, чем визуальное искусство. Есть такое понятие, что они, эти группы венгров, они не любили друг друга. То есть Мацо и Уитт было понятием искусства великого коммунистического будущего, что это должно быть в период. Это даже для них высшая литература, то есть воздействие, я имею в виду, на людей. И Лукач, Балаш, они считали наоборот, что литература самое главное, и они сталкивались, не могли согласиться друг с другом по этому поводу, поэтому это была проблема. павленка приехала в Москву. Это эскиз геоклаката Футемаса, это из личного архива Белуиц. Он, ну, поскольку, да, он принимается как важный венгерский художник, который понимал про Луцио, они дали ему возможность преподавать Футемасе Футен. Он уже там преподавал в 28-29 год. А когда Павленка приехала, она тоже стала преподавать в Футене тогда. И они вот там познакомились. У Уица была жена венгерка, она осталась в Будапеште, вспомнили двое детей, но не было никогда развода, но это было как будто они практически не поженились. И Уица и Павленка влюбились друг в друга, и они от этого были вместе. То есть это все случилось на фоне Футени, я бы сказала. И от этого я хочу сказать, что есть тогда поворот Уица к фреску, к монументальному искусству. И это мой аргумент, что это все влияние Павленка. То есть это она специалист по фреску. Это она знает, как рисует монументальные вещи. Он ничего не знает по этому поводу. И она обучает его. и да, появляется для этого настоящий у него вдруг настоящий интерес к этому. и Вера, я бы сказала, что это ага, окей, она права. Это наш путь к будущему. И он преподавал даже там курс композиции 29-го года. Это просто типа у него манифест для курса. И мне кажется, ну очень интересно читать, как он готов был преподавать студентам. Вот эти пункты для курса композиции. Хорошо, объясним. Общую историческую силу монументального искусства. Что такое композиция, в общем, конкретные смыслы, из каких элементов состоит композиция, где должна приниматься композиция, связь с жизнью пролетариата. И это было очень важно, когда они приехали в Фрунзе, я скажу немножко потом, но я хочу остановиться на этом сейчас. Где это должна быть сделано, как это влияет на жизнь пролетариата. Они от Павленко очень аккуратно, очень часто думали о месте Фреско, где это будет, и как люди войдут туда, они могли делать собрание, там возможно будет диалог, и так далее, все для них, то есть это будет настоящее место для коммуникации, я бы сказала. Они всегда думали об этом, и вы видите, что здесь написано четвертый пункт, как должно быть восприятие проблемы композиции. О, главная проблема коллектива. Это еще он и она, они думают об этом очень сильно, и потом он рисует настоящий план курса, как делать. И еще я хочу сказать, для коллектива, для них, потом я буду немножко еще, но я хотела сказать, что Уитц, насколько мне известно, наверное, уже в 21-м году, когда он первый раз в Москве, и ходил в Коминтерне, он тогда, это очень большая возможность, потому что была большая группа венгров в Коминтерне, они тогда даже познакомились с теорией Тольятти, а потом Гранчи, и я бы сказала, что эта теория, теория Гранчи, гегемония, для Уитца было самое-самое главное, для понятия коллектива, и почему я сейчас именно вам говорю, потому что когда Уитц со своими товарищами на Украине, именно в Харкове, вот в Харкове, я вам обещала, что Харков появится, вот в Харкове, когда они создали, сейчас очень такая неизвестная, но важная организация международных героев революционных художников, когда они создали эту организацию, это была, я бы сказала, теория Гранчи, действовала для них больше других теорий, даже больше, ну, сильнее, даже Богданова, я бы сказала, в это время. Так, что такое Международное бюро революционных художников, как это будет важно для Фронзе, я дойду до этого, но очень важно. В 30-м году была конференция для международных съезд, социалистические литературы. Такая-то конференция была, даже важная. УИДС там ездил, и с другом украинцем, Антаном Камашко, у них появилась идея создать организацию для международную, информациональную, можно сказать, организацию для революционных художников. Это очень радикальная идея, потому что идея была создать сет, большой, большую сет, для всех пролетарских революционных художников из всех стран. В итоге были участники из Германии, из Венгрии, из Англии, из Мексики, из США, из Японии, и, конечно, из СССР. Даже большая сеть, это получилось. И это было, как они готовились это делать, как они думали, что это получится, через прессу. Они хотели создать много журналов, много вещей, или соединить то, что уже было, примерно, в США. Такие вещи с советскими прессами, чтобы люди могли общаться и разговаривать про свои идеи международных, революционных художников и искусства. Опять же, хотя, для Уитца и для Камашки, для таких людей человеческая фигура состоялась самая-самая важная и как нарисована и как она появится. И так же есть, конечно, известная цитата Сталлина, которая появилась первый раз 1926 года. Национальная по форме, социалистическая по содержанию. Но Уитц принял эту цитату, но через теорию Гранши. А что это значит? Это значит, что национальная по форме для него окей, это уже национальные костюмы, особенно национальный текстиль, национальные украшения. И это уже вещи идентичности и прошлого. И это все важно и должно было нарисовано. И когда большая масса людей вместе обязательно все эти тонкие детали нарисовать. потому что он считал, когда эти люди сталкиваются, когда эти тела в движении, это все буквально сталкивается. И это прошлое, и от этого будет будущего, и они могут понять от визуальной понятия своей истории, своей идентичности, и как идут дальше. И он не хотел уничтожать все эти вещи, но он также не хотел, чтобы они состоялись, как они всегда были. Это было главное движение и сталкивание, я бы сказала. что очень важно для него, для идеи Международного бюро революционных художников. Это все создается именно на эти идеи, что есть тело, тело понятия, фигура это понятнее, как оно отражение фигуры, украшение, одежда, все знаки национальной идентичности, все прошлого буржуазного крестьянского неважно, все это должно быть там видно для народа и тем более в форме фреска в открытии публичных местах. это просто часть архива МБРХ так называемая, это сейчас есть только но хоть одна статья МБРХ появилась в энциклопедии литературы в 69 году, это получилась, это самая-самая короткая история, ну просто там женщина Надежда Эфрос рассказывает, что организация существовала, существовала с 30-го года по 35-е, то есть достаточно поздно она была и она просто говорит, что Белла что Уитц был один из создателей и есть некоторые вещи, но она тоже пишет, что вот Белла Уитц позволяла мне взглянуть на эти вещи его архива, я пыталась уговаривать его отдать все в Эрголы, но он отказывается, я не могла дальше читать, поэтому я не знаю, но этот сейчас находится в Венгрии, слава Богу, и можно получить доступ. И да, организация была, насколько мне известно, из его статьи, из статей, которые были в газетах, журналах, что это действительно существовало, они действительно планировали ее, и она работала. И противоречие с Катериной Кларк, я бы хотела сказать, что Кларк пишет в книге «Москва Четвертый Рим». Она пишет как раз про Лукача, про Балаш, про все эти людей в Москве. Она пишет, что уже в 1931 году в литературе уже пристало разговаривать о пролетариате, о пролетарской литературе, о коллективе. Все это прошло немножко по-другому, как новая империя, как человек из Москвы, именно из Москвы, как знак нового советского общества. Материал УИЦА противоречит, но этот материал нам показывает, что в области искусства этого не было так, что в искусстве по крайней мере до 1935, я бы даже сказала, смотря на материалы из Фрунзе, даже до 1936 года, они еще говорили про пролетарское искусство, что именно пролетарское искусство самое главное для советского народа, а это пролетарское искусство должно создать, помогать создать коллектива, а это будет через показ разных фигур, разных тел, тела в движении и все национальные аспекты. И это продолжалось, и это опять же было, наверное, противоречие с Лукачем, с этими другими венграми, но в области искусства это имело достаточно огромное влияние, я бы сказала. Окей. дальше. Это пример международной работе УИЦ, это эскиз для фрески, называется рабочий отдых для санатория Дюблер в Крыму. Достаточно известно здесь, потому что мы, и неинтересно здесь, потому что мы первый раз видим, как он сам представил идею коллектива, идея фигуры и так далее. А здесь вот типа афроамериканец или африканец, но человек с темной кожей, сидит с людьми, которые не такие темные, и на оттеке просто, рабочие, но главное, что они не только работают, они отдыхают. И во время оттека они познакомятся лучше с друг с другом, они даже они очень насколько близко находятся вместе, что они даже трогают друг друга. Опять же, ощущение, что вот эти тела сталкиваются как-нибудь. Самое главное, и так, что для него интересно, я бы сказала, он сам делает большое внимание на мужчинку здесь, а женщине, это трудно видеть, но две женщины сзади две, она белая, она темная, и неизвестно, что они делают в этом процессе. Мне кажется, это очень, ну, они допустят, ну, не знаю, неизвестно, это очень интересно, нам показывает, что, мне кажется, что хотя у него была такая любовница, ей было очень интересно всех женских проблем, идентичность как-то у женщин и так далее, ему, для него это не было самое главное, и он показывает какие у него были проблематики, еще старые стереотипы женщин, хотя бы проблемы композиции. Ну, да, можно просто, но серьезно, он, наверное, бы сказал именно и так, проблемы композиции, так и просто, и все. Но, с одной стороны, да, но с другой стороны, Уинс очень серьезно, но по поводу искренности, я бы вам хотела, он очень искренний человек, и он серьезно, типа, и следует эти проблемы, и пытается их понять, но все-таки, вы видите, что это сложно, да, не всегда получается, как мы, может быть, хотели бы. Ну, так вот. Еще другая, другая, вот у него движение сейчас не как Степанова, да, уже другое дело, что, ну, я бы хотела, чтобы вы смотрели, может, потом сказала мне, как вы понимаете этот эскиз, потому что это отличается от предыдущего эскиза, и, ну, то же самое цикло для санатора, это Тая, так что это его, ну, женщине, это точно, это точно. Он может хотеть его контактировать. Ну, вот. Просто мужчин тоже послужит. Может быть, как раз. Ну, просто я эти вещи показываю, потому что это действительно было его понятие международного, интернационального коллектива, интернационального искусства, и так далее, и, причем, для Фрески это должно быть огромное воздействие на народа. Эти вещи опубликованы в журнале искусства в 1934 году. Я потом покажу, но хочу сейчас остановиться на цитату Уитца, потому что в журнале, в номере журнала, где они были показаны, есть у нас очень интересная цитата от него, как раз в этом номере есть его, вот эти эскизы его, есть еще эскизы Денека, есть еще другой человек Тодь, фенгерский художник Тодь, который там работал достаточно много в советском искусстве, тут он пишет нам, что стены должны говорить. Все наше окружение должно влиять новую, высшую степень жизни человечества, строительство без классового общества. Вот видите, что это то же самое риторика 30-го года, его достижения, борьбу, опять слово борьбу, и победу. Конечно, мы можем сказать, что это риторика пролетарского художника, пролетарского искусства, я хочу сказать, как это было даже в 30-м, 28-м, 29-м, 30-м и дальше. Но для меня самое интересное, это первое предложение, стены должны говорить. Да, это как будто Уитц и Павленко, и то, и другое, я бы сказала, остановлюсь сейчас на ее работе, прохожего, чуть пораньше, но это есть, что фреска это не просто мертвый материал, да, для них фреска, краска, стены, вещи, это, допустим, не совсем живой человек, но это не тоже не живой, да, так что стены должны говорить, да, это, мне кажется, очень важно этого понять, что, как они понимают воздействие между, типа, мертвыми материалами, мертвыми вещами, да, и живыми вещами, мне кажется, для них разницы очень маленькие, даже нет, ну, они разные вещи, но они тоже очень похожи, да, так что для них, для их понятия воздействия фреска на народа, это важно, дальше, мне кажется, исследовать вот эту проблему, от нее, конечно, одни женщины, и причем, да, здравствует, 8 марта, да, там написано, насколько мне известно, на украинском языке, еще важно, я хочу сказать, Павленко считала себя именно в течение вот это, ну, цитата, ну, даже Сталлина, да, национальной по форме, социалистической по содержанию, она сто процентов считала себя украинкой, как ее национальность, и социалистка, ну, коммунистка, да, и для нее это не противоречие, что она, когда она говорила на диспутах, она всегда говорила только на украинском языке, хотя она знала русский, даже когда она переписала суицем, она ему написала по-украински, и он ответил по-русски, так что для нее язык, текстилы, одежды и так далее, одежды как символ украинской национальности, для него это было очень-очень важно, что это не исключение, что эти люди показывают свою украинскую идентичность, это очень важно для гегемонии, пролетариата, и не надо исключить никогда, и также не надо менять, чтобы это стало одним социалистическим формам, так что, для нее важно, и женщина. Окей, Фрунзе, к сожалению, я точно не могу сказать вам, почему именно, ну, какая главная причина, по какой главной причине они ездили в Фрунзе, есть два варианта, и может, они существовали одновременно, так что, есть вариант, что Бойчук, это главный преподаватель Павленко на Украине, у него с 34-го года, если не раньше, у него были проблемы с советской властью, уже обвинили его в формализм, в национализм, в вредные вещи и так далее, и Уитц как раз уже в 34-м году выступил в защите Бойчука, и есть теория, что они уже, это уже после сокращения Международного бюро революционных художников, он уже луквировал, они луквировали его в 35-м году, есть теория, что Уитц с Павленко поняли, что у Бойчука проблема, и лучше уехать в Крэ, да, есть теория, и как раз хочу сказать, что из круга Бойчакистов Павленко одна стала жива, то есть расстреляла всех основников, начинала с Пойчуком в 36-м году, есть одна теория, а также мне кажется, что есть еще другая, что они действительно верили, опять искренне, в теории Международного Бюро Революционных Художников, и они считали, окей, если луквировали нашу организацию, все-таки важно в Средней Азии это делать, но это уже советская власть хочет, что национальности в Средней Азии соединилась в СССР, может нам поехать туда и все-таки продолжать эту работу Международного Бюро, и я считаю, что это абсолютно возможный вариант, что они приехали сюда с этим и со всеми этими идеями, как рисовать во Фрунзе вещи, которые могут помогать создать коммунистического и прежде всего пролетарского коллектива. И они ездили сюда, приехали, вот это из газеты советские Киркизы, вот я вам говорила, что это не только одна статья, это полная серия статей, а это сам УИЦ работает в вашем доме, правительство, в вашем, я скажу потом, почему я именно это скажу, потому что это становится важно, он над работой, есть полная статья, о чем они делают, план работы, разрешения, как это все получилось, интересно, есть еще Павленко над работой, и это ее статья, то есть она сама написала, интересно, потому что УИЦ, они не делают этого внимания, у товарища Павленко полная статья, и в этом статье это она объясняется, как делать фреско, как решать эти проблемы с материалами, она говорит, что нам очень сложно получить все разрешения, чтобы там работать нормально, нам было сложно получить правильный материал, она пишет, что вот люди не знают, как надо хорошо делать фреско, мне нужна хорошая краска, мне нужны качественные вещи, и в итоге она говорит, что они получили, но процесс сам был сложным, и самое-самое главное к концу статьи, она пишет, что в итоге был сложный процесс, было много дискуссий, много борьбы, и так далее, но все получилось, в итоге, может, не совсем как они хотели, но что-то получилось, и она пишет, что как раз в этом зале, где эти вещи, что мы создали, она пишет, как люди реагировали, как люди из Брунзо реагировали на это, киргизские люди, они вошли в зал, они стали им, то есть Павленко и Уитс говорить свое мнение о зале, и она делает, она подчеркивает, что это, они вошли в свой зал, то есть свой, это их, а потом, в последнем абзаце, она объясняет, что для Уитса, для нее, для другого товарища из Венгрии, было важно слушать их реакцию, потому что их реакция, кстати, по поводу субъективности, она прямо вот пишет, что это меняется X-объективность, да, как она, как пролетарский художник, Уитс, как пролетарский художник, после того, как они услышали, они поняли, социализм, коммунизм по-другому, потому что это отменение, от проживания, люди в Киргизии, она пишет, что в будущем, когда мы рисуем, это будет видно, вот это влияние от людей, то, что они сказали про нашей работе, про их проживание, это все будет видно в нашей будущей работе, так что, еще хотела немножко остановиться на вещах, особенно, если некоторые из них будут видно для нас на экскурсии, они абсолютно разные, наверное, иду немножко вот Георгий Тегвердил про это, который должна была и недорисована на восстание киргизов, да, но это, конечно, это, конечно, опять же, не то же самое, которое он рисовал в Крыму, но все-таки, опять его любимые темы, как воздействие, как на коняк, и как, ну, коней видно, да, но все еще люди очень тесно нарисованы вместе, и как они вместе идут на борьбу, и как они все делают именно вместе и рядом. Для него это было важно, но мне кажется, также очень интересно, если мы смотрим на эти фотографии его эскиза, видите, как он очень аккуратно описывает одежду, как она выглядит, как все оружие и правильные названиями, и так далее, потому что это все для него знаки национальности, и это было важно для зрителей, чтобы они поняли прошлое, ну, прошлое Киргизии, и настоящее время, и даже будущее киргизия. Как их рисовать, ну, в принципе, фреска, и не дальше. Еще один, то есть он описывает шлапу, и я бы хотела просто сравнить, просто для вас, как они, ну, с 33-го года до 36-го, какие разницы есть, и как они немножко отличаются. Но с Павленко тоже интересна, у нее тоже был полный ряд эскизов. Литва, но мне кажется, что если мы смотрим на эти работы с Киргизией, и на предыдущей работе, мне кажется, они не так сильно отличаются, как уиц, да, они, опять же, у нее тот же самый подход, что одежда, лицо, даже вот эта украинка, мне кажется, ее поза очень похожа на киргизскую себя, но это тоже, это делегатка, поэтому можно создать вопросы по поводу понятия деятелей коммунизма, и как простой человек пойдет по этому поводу, и так далее, и просто интересно сравнить, как она рисует вот эти вещи, так что спасибо за внимание. Субтитры и субтитры